Наступила предновогодняя пора. Торговые центры переполнены. Ёлки, подарки, хлопушки и фейерверки. Некоторые начинают отмечать главный праздник года за несколько дней до самого торжества. И порой заканчивается это весьма плачевно. Травмы, ожоги, отравления и кражи ценных вещей. Как встретить Новый год и остаться невредимым, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Обезопасить себя и близких в новогодние праздники так же важно, как загадать желание под бой курантов. В праздничной эйфории люди часто не осознают опасности, которые они себе подвергают. Прежде всего это касается нахождения в местах скопления людей. На массовых мероприятиях можно с легкостью лишиться своего имущества. Оставленные без присмотра сумки, рюкзаки и другие вещи во время народных гуляний – легкая добыча воришек. Как, впрочем, и торчащий из кармана телефон или бумажник. Поэтому лучше спрятать их под молнию, поближе к груди или вовсе убрать внутрь под верхнюю одежду. Если вы заметили, что вас или кого-то еще пытаются украсть кошелек или телефон, лучше всего поднять крик, начать громко возмущаться. Преступники испугаются всеобщего внимания и постараются сразу же избавиться от ворованной вещи и как можно быстрее скрыться. Если вас все же обокрали, как можно скорее обратитесь в полицию. Возможно, злоумышленников удастся вычислить по камерам видеонаблюдения. К сожалению, многие автолюбители не готовы отказываться от поездки на машине в праздничные дни даже в состоянии опьянения. Из-за безответственности таких водителей часто случаются аварии, в которых страдают не только транспортные средства, но и люди. И часто безвинные. Нужно отметить, что наказание за вождение в пьяном виде становится все жестче. Первый раз водитель заплатит штраф 30 тысяч рублей и лишится права управления от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит штраф 300 тысяч рублей и до трех лет лишения права управления и лишения свободы сроком до двух лет. Если же водитель под мухой совершит ДТП с портодавшими и погибшими, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Особое внимание в новогодний период стоит уделить пиротехнической продукции. Крайне опасно носить ее в кармане, бросать под ноги, направлять на людей, запускать возле хозяйственных помещений. При выборе пиротехники нужно обязательно проверить сертификаты качества и сроки годности. Взрослым следует помнить, что хранить пиротехнику нужно в недоступном для детей месте. К новогодним праздникам нужно заранее подготовиться, и тогда они пройдут без проблем. Не хотите менять новогодний стол на больничную койку – не перебарщивайтесь с алкоголем и покупайте его только в проверенных магазинах. Также тщательно стоит выбирать компанию для совместного времяпрепровождения. Приводя в дом ненадежных или малознакомых людей, вы можете лишиться не только новогоднего настроения, но и нажитого имущества.